Всем привет! Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Умер американский режиссер и актер Роберт Дауни-старший. Об этом сообщает Daily News, со ссылкой на жену кинематографиста, писательницу Розмари Роджерс. По ее словам, артист скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший, которому в июне исполнилось 85 лет, боролся с болезнью Паркинсона. Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-младшего, родившегося от первой жены Элси Дауни. В 1970 году он снял фильм «Загон», в котором сыграл его сын, а затем у кинематографиста начались проблемы с наркотиками, из-за которых и распался его первый брак. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После этого он снял фильмы компании «Хьюго», «Губы на прокат», «В жопу академию», «Слишком много солнца и Америка». В качестве актера Роберт Дауни-старший работал над такими лентами, как «Ночи в стиле буги», «Как украсть небоскреб», «Аве», «Цезарь», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Магнолия и Джонни», «Будь хорошим». Известный советский, белорусский актер кино, театра и ТВ и театральный деятель Игорь Андреев скончался 6 июля. «Некролог» опубликован на сайте Минского национального академического драматического театра имени Горького, в котором с 1973 года служил Андреев. «Мы потеряли талантливого артиста и профессионального театрального деятеля, который оставил весомый след в искусстве страны», говорится в нем. Андреев родился 8 мая 1952 года в Минске. В 1973 окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «Актер драматического театра и кино», в 1990-м Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «Организация, планирование и управление театральным делом», на экранах с 1973-го. «Детектив» про ограбление заводского кассира. «Задача с тремя неизвестными», где единственной зацепкой оперов была «Андатровая шапка», «Корней» в многосерийной мелодраме «Антанты и кариатиды», «Забовский» в «Возьму твою боль» с Гостюхиным, «Белые волки», «Куба», «Мухтар», «Обратная сторона луны», другие. Индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар, настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан, умер в больнице, сообщается в твиттер покойного. Перед смертью 98-летний Дилип Кумар долго болел. Детали болезни родные не уточняли, объясняя, что состояние актера связано с его возрастом. «С тяжелым сердцем и великой скорбью объявляю о смерти нашего возлюбленного Дилипа», написал на его странице коллега покойного Файсал Фарухи. Соболезнование в связи со смертью актера уже принес премьер-министра Индии Нарендра Моди. Он назвал уход Дилипа Кумара огромной потерей для индийского культурного мира. Дилип Кумар с 1944 года снялся более чем в 60 картинах. В советский прокат в разное время выходили такие фильмы с его участием, как «Великий могол», «Рамы Шием», «Шакти». В последний раз болливудский артист появлялся на экране в 1998 году, советская, российская актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка России Любовь Альбицкая умерла 5 июля в возрасте 80 лет. Некролог Альбицкая опубликован на официальном аккаунте в соцсети ВКонтакте Самарского академического театра драмы имени Горького, где с 1967 по 1991 год она была одной из ведущих актрис. Сегодня ушла из жизни, заслуженная артистка России Любовь Алексеевна Альбицкая, говорится в нем с выражением соболезнований родным и близким. Любовь Альбицкая родилась 13 января 1941 года, тогда еще в Куйбышеве. В 1963 закончила Куйбышевский инженерно-строительный институт в 1965-м театральную студию при Куйбышевском драматическом театре. Год проработала в Ульяновском театре драмы, дебютировав ролью королевы в постановке по пьесе Хилта и Немой рыцарь. На экранах с 1972-го. Девушка-гид Лючие, главная женская роль, в драме Райзмана Визит вежливости. Далее, Ида в музыкальном биопике «Красная скрипка» и Мэриан, в сериале 78-го встречи на далеком Меридиане.